Дмитрий Иванович, у вас задолженность 17 тысяч за 4 месяца. Не доводить дело до суда комиссия по обзысканию долгов за жилищно-коммунальные услуги продолжает свою работу. Управляющие компании сегодня представили 10 обращений на должников граждан. По каким причинам образовалась коммунальная задолженность и как ее погасить? Эти вопросы еженедельно рассматривает профильная комиссия. В ее состав входят представители районной администрации, судебные приставы и помощники городского прокурора. Мы используем все доступные нам законодательством меры для того, чтобы снижать дебюторскую задолженность населения, потому что от нее произрастает дальше, это транслируется в задолженность управляющих компаний перед ресурсниками, затопленные энергетические ресурсы. Пытаемся вникнуть в каждый частный случай, потому что везде люди со своими проблемами, есть и инвалиды, и пенсионеры. Поэтому пытаемся вникнуть, где администрация может помочь с медицинской помощью, соцзащитой рассмотреть какие-то... Но все, что мы можем, мы рассматриваем каждый конкретный случай. Члены комиссии нашли выход из непростой ситуации, в которой оказалась семья, мама и дочь инвалид. Маргарита Викторовна свою часть за дочь и за себя оплачивает ежемесячно, без нареканий. Однако за нанимателя, за основного, Черных, Василия Ивановича, она, соответственно, не платит, потому что он не проживает и не хочет не оплачивать ни алименты, ничего. Комиссия предложила семье помощь во взыскании алиментов. Нашлись рычаги и в отношении безответственного квартиросъемщика. Его за неуплату коммуналке пригрозили выписать из квартиры. Коллективно разобрали задолженность на сумму 300 тысяч рублей, образовавшуюся за 54 месяца. Большую часть времени жилец оплачивал коммуналку через личный кабинет сторонней управляющей компании. Вытребовать ошибочно перечисленные суммы пришлось через суд. С началом работы этой комиссии, значит, многие наниматели, так скажем, осознали, что необходимо уплачивать коммунальные платежи, дабы с ними не расторгли договора социального найма. Мы разнесли всем уведомления от имени, конечно, управляющей компании о вызове сюда на комиссию. Четыре человека из должников пришли и уплатили сразу. Это, я вам скажу, сумма ориентировочная где-то порядка 150 тысяч. Сумма значительная, учитывая, что компании «Новый городок» 19 семей задолжали миллион 90 тысяч рублей. Из тех людей, которых мы сегодня были вызваны на комиссию, 8 человек до конца года подписали графики, что они полностью рассчитаются со своим долгом. Жёстко работая с должниками, районная администрация подталкивает управляющие компании. Те, кто исправно платят по счетам, должны получать тепло, горячую воду в полном объёме, без каких-либо ограничений. Михаил Налётов, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щёлково». Спасибо. Спасибо.